Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 29 сентября, Православная Церковь совершает празднование иконе Божьей Матери «Призрие на смирение». Икона Божьей Матери, именуемая «Призрие на смирение», была явлена в 1420 году в Псковской земле на озере Каменном. Обстоятельства чудесного явления неизвестны, но можно сделать предположение о том, что святая икона была обретена псковитянами в утешение, когда они терпели большие бедствия во время княжения Василия II Дмитриевича, морового поветрия и вторжения пришедшего завоевывать в псковские земли литовского князя Витовта. В псковской летописи есть два свидетельства о святой иконе. Одно из них гласит «В лето 1426-е за старым коложем на камене озере бысть знамение от иконы святые Богородицы, идяши кровь месяца Семптембрия, 16-й день. Сея оба знамения прояви нахождение поганого князя Витовта и многое пролитие христианских кровей». В другом более полном указании на чудесное знамение от образа говорится в лето 1426-е. Тая же осень и бысть знамение от иконы святые Богородицы на камене озере у Василия у двора. Шла кровь из правого ока и на место капала, где стояла, и на пути шла кровь, как везли, от иконы в убрус, как в Псков проводили, икону Пречистая месяца сентября, 16-й день, на память святые великомученицы Ефимии. Следовательно, 16 сентября икона Божьей Матери была перенесена в Псков и помещена в соборном храме во имя живоначальной Троицы. В память этого перенесения и было установлено празднование чудотворной иконе в этот день. В Троицком соборе, очень почитаемом верующими Пскова, пребывало много православных святынь, среди которых можно упомянуть чудотворную Чирскую икону Пресвятой Богородице, сохранившуюся до нашего времени, Тихвинский образ Богоматери, множество ценной церковной утвари, княжеских грамот и других исторических и культурных памятников. Однако в описи ризницы Троицкого собора, составленной в XIX веке, уже нет упоминания о старинной иконе «Призрие на смирение». Так как Псков в описываемые времена часто подвергался опустошительным пожарам, можно предположить, что древняя чудотворная икона Божьей Матери погибла во время одного из постигших соборных храм стихийных бедствий. Списков с чудотворного образа известно немного. Один из них, конца XVII века, находится в Киевской, Флоровской, Вознесенской женской обители, а второй помещен в главный храм Киевского Свято-Введенского мужского монастыря. Введенский храм список с иконы Божьей Матери XIX века был передан в дар в 1992 году схемонахине Феодоре, которая хранила его у себя в течение 55 лет. Образ, установленный в специальный киот, привлекал к себе многочисленных верующих своей необычайной красотой. В августе 1993 года ликие Богородицы с божественным младенцем чудесным образом отпечатались на стекле, прикрывавшим икону и не соприкасавшимся с ней. В результате всестороннего исследования, проведенного киевскими учеными, было установлено, что изображение на стекле органического происхождения и является нерукотворным, и в то же время они не смогли дать научного объяснения произошедшему чуду. Стекло с чудесным отображением было установлено в киоте рядом с иконой. Указом Синода Украинской Православной Церкви 22 ноября 1995 года икона Божией Матери «Призрия на смирение», пребывающая в Киевском Свято-Введенском монастыре, признана чудотворной. Свидетельством благодатной помощи людям и исцеления недужных, обращавшихся к Пресвятой Богородице с молитвами, являются многочисленные украшения иконы. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Великомученицы Ефимии Всехвальной празднуется перенесение мощей праведного Алексия Московского Мечева, святителя Киприана, митрополита Киевского Московского и всея Руси и чудотворца, святителя Фотия, митрополита Киевского Московского и всея Руси и чудотворца, преподобного Кукши Одесского Исповедника, мученицы Севастьяны Гераклейской, мученицы Мелетины Маркиана Польской, мучеников Виктора и Исосфена, преподобного Дорофея Пустынника Египетского, мученицы Людмилы Княгини Чешской, преподобного Прокопия Сазавского Игумена, братьев мучеников Иосифа и Исаака, священномученика Григория Раевского Пресвитера, священномученика Сергия Лосева Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова